Еще вчера Ксения, она же Алена, как представлялась своим жертвам, спокойно промышляла своим делом. Обманывала людей. Но очередная авантюра привела девушку за решетку. Увидев объявление в интернете, подсудимая приобрела у Нижнекамской школьницы телефон в рассрочку. Взамен оставила паспорт и расписку. Потом, через три дня, она выключила телефон, не выходила на связь, и паспорт у нее был поддельный. Таких историй по республике сотни. Только в этом году преступники залезли в кошельки татарстанцев почти 300 раз. Пострадавших не утешает и статистика. Интернет-преступление раскрывается только в трех случаях из ста. Если мошенник добыл нужную информацию, считайте, нашел ключ от вашего сейфа. То есть это 16-значный код на основной стороне карты, срок действия карты, идентификационные данные держателя карты и оборотный код трехзначный расположен на оборотной стороне карты. Привет, я попал в беду, можешь занять пять тысяч ненадолго. Казалось, с такими сообщениями в интернете в наше время уже никого не проведешь. Однако, как показывает практика, на такие уловки злоумышленников в последнее время попадается все больше именно молодое поколение. И, как говорят эксперты-психологи, так происходит, потому что злоумышленники очень хорошо умеют манипулировать людьми. Это отличные манипуляторы, которые очень хорошо обрабатывают информацию. Даже не столько обрабатывают, сколько умело интерпретируют. Качества те же, которые можно называть или сравнить с коммуникативной компетентностью. В республике началась акция «Осторожно, мошенники». Полицейские раздают листовки и информируют татарстанцев в местах массового скопления. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова